В Кировской пятиэтажке на Дериндияево 73 жильцов давно беспокоит неприятный запах из подвала. Проблемы начались после прорыва на теплотрассе, которое произошло несколько недель назад в подвальном помещении дома. В ситуации разбирался Иван Шпецов. Находиться в подвале без противогаза трудно. И после обеда сюда тоже лучше не заходить. Возможно, придется обедать еще раз. Озеро из нечистот медленно испаряется и пропитывает сильным запахом нижние этажи пятиэтажки. Особенно страдают жильцы дома, чьи квартиры находятся на первом и втором этаже. Невозможно ни открыть форточки, ни даже просто пройти по подъезду. Запах канализации слышится не только в подвале, он и на улице, и в квартире. Вот лично у меня в квартире такое уже удушающее, что утром встаешь с головной болью и дорвотного рефлекса уже вот такое вот состояние. Вот. И он и вокруг дома, и с той стороны дома. В общем, в кругу. По утверждению управляющей компании, дурно пахнет не канализация, а жидкость, которая течет в трубах центрального отопления. Из-за аварии на теплотрассе внутри дома часть этой жидкости оказалась в подвале. Утечку из трубы довольно быстро ликвидировали. А вот лужу убрать не торопятся. Я звонила в нашу управляющую компанию в течение двух месяцев почти каждый день. И ходила туда. И звонила, и даже не по разу в день. Я думаю, что они там меня уже узнают по голосу. Они говорят, что мы все делаем, мы у нас все на контроле, мы боремся с этой проблемой, и все хорошо. Но мы как-то не замечаем, что все хорошо. Нам удалось дозвониться до главного инженера управляющей компании, и он пообещал решить вопрос в самое ближайшее время. Ну, запах неприятный, я согласен. Просто у нас обработочку будут проводить буквально тут вот. Не знаю, сегодня успеют ли прийти. Обработаю, чтобы не пахло. Попробуем откачать из ямки, условно говоря. Сколько откачается, ну понятно, что до нуля она не откачается точно. Завтра мы этот вопрос решим до обеда. До сих пор, кроме обещаний, жильцы от управляющей компании ничего не слышали. Сдержат ли специалисты ЖКХ свое слово в этот раз? Мы будем следить за развитием событий. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.